Братья и сестры, я буду читать один отрывок, не очень длинный и очень знакомый. Это книга Откровения, 3 глава. Друзья, здесь дается характеристика одной церкви. Вторая, третья глава, друзья, это послание семи церквам. И вот я одну церковь прочитаю, послание к одной церкви, друзья, а мы вместе порассуждаем. И я могу сразу эту мысль сказать, друзья. То есть мы можем в этой церкви увидеть себя. И поэтому так вот просто мы почти как на разборе разберем этот отрывок, и нам будет все понятно, что Дух Святой хочет здесь сказать для нас. Я прочитаю книгу Откровения, 3 глава, 1 стиха. И ангелу Сардийской церкви напиши. Так говорит, имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардизе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквам. Братья и сестры, в этой церкви были люди трех категорий. Как я понимаю этот отрывок, друзья, я понимаю, что около двух тысяч лет назад в городе Сардизе была церковь. Не знаю, сколько там было человек, и никто не знает. Может, эта церковь была по количеству, как у вас, а может быть, там было человек двадцать. Но известно только то, что в этой церкви были люди трех категорий. Я, друзья, склонен думать, что и сегодня в любой церкви есть люди этих же категорий. Если эта церковь достаточно большая, может, в церкви, скажем, три-четыре человека, и поэтому там трех категорий не насчитаемся. Но обычно, друзья, так бывает. На что я хочу прежде всего обратить внимание, друзья, это то, что вот прослушав этот отрывок, мы можем уже наперед, даже без участия проповедника, предвидеть, о каких категориях здесь идет речь. И правильно, если мы, когда в собрание приходим, то Библию слушаем, проповеди слушаем, стихи и пение, и мы проверяем себя. А какова моя жизнь? Потому что есть люди, которые Библию читают или проповеди слушают, и не вникают в себя. На кого они похожи, братья и сестры? В Библии написано, на кого похоже. На человека, который посмотрел в зеркало, рассмотрел черты своего лица, отошел и тотчас забыл, какой он. Друзья, ну как этот отрывок понять? Я понимаю так. Вот я в зеркало на себя посмотрел и обнаружил на себе какие-то недостатки, но я их не исправил. Есть верующие, которые Библию читают и видят недостатки свои, но они их не исправляют. То есть их жизнь настоящая устраивает, и им не хочется что-то в себе поправить. Похоже, что эти люди не очень готовятся к встрече с Богом. Возможно, они не верят в то, что восхищение церкви будет скоро, или не верят в то, что их жизнь может неожиданно закончиться. Друзья, вот здесь в первом стихе написано так. Знаю твои дела. Бог знает наши дела. Вот мы сегодня слушали проповедь, что око мое над тобою. Друзья, мне думается, что если бы мы осознавали на каждую секунду нашей жизни, что Божий глаз над нами, и все, что мы не делаем, Он видит. Мне кажется, мы бы меньше делали плохих поступков. А если бы мы знали, что Бог в любую секунду слышит все, что я говорю, или даже все, что я думаю, Бог знает, то я думаю, что наша жизнь в целом была бы чище. Знаю дела твои. Друзья, вот мы друг за друга мало знаем, потому что мы жизнь друг друга не так хорошо видим. Мы друг друга видим только в собрании. И делаем оценку по тому, как мы ведем вот в обществе. Друзья, а Бог знает те дела, которые не знает никто. Кто-то сказал, что у человека есть четыре лица. Первое лицо – это то лицо, которое мы видим при встрече. Ну вот, например, я посетил вашу церковь, вы не знаете, кто я такой. Ну, в смысле, может быть, кто-то и знает мое имя. Но какой я человек, плохой или хороший, вряд ли вы знаете. Вы можете предполагать, что я неплохой человек, потому что попал за кафедру. Но на самом деле, может быть, не совсем так. И вот так мы, бывает, встретимся с человеком первый раз или второй, и делаем человеку ту или другую оценку. Это мы видим первое лицо в человеке. Второе лицо у человека – это то лицо, которое мы увидим, когда мы с человеком долго поживем. Как в русской пословице «пут соли съесть надо, чтобы узнать человека, какой он есть». И я так, друзья, точно представляю. И в практике жизни такое сам испытывал. У меня о некоторых людях были впечатления одни, ну, например, плохие или хорошие. А потом, когда я с этими людьми был долгое время, и в какой-то работе участвовал, в каком-то труде или служении, или даже в быту мы долго жили, то я начинал видеть второе лицо этих людей. И мои впечатления первые менялись, и менялись иногда, ну, абсолютно на противоположный взгляд. Братья и сестры, так бывает. Ну, вот, например, второе лицо мое видит моя жена. Вы видите мое первое лицо, второе вы пока не видите. А мое второе лицо видит моя жена, потому что мы с ней прожили 22 года. Наверное, она уже меня знает достаточно хорошо. Братья и сестры, третье лицо – это то лицо, которое не видит даже моя жена. Это лицо вижу я сам. Самый близкий мой человек не знает меня так, как я знаю себя. И так точно и вы друзья. У нас есть очень близкие люди, с кем мы живем, которые видят, когда мы встаем, когда мы ложимся, которые всегда видят нас за столом, которые могут предвидеть даже образ нашего мышления. Друзья, и все равно, то лицо, которое я вижу в себе, никто видеть не может, кроме меня. Друзья, и четвертое лицо – это то лицо, которое видит Бог. Я думаю, что я себе могу выносить неправильную оценку. Я могу себя знать одним человеком и думать, что я действительно такой, но Бог обо мне может думать совсем по-другому. Друзья, как вы думаете, а нас с вами кто точнее знает, мы или Бог? Бог знает точнее. Вот был один человек, он жил в городе Ладике. Он о себе говорил так. Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Этот человек, друзья, я понимаю, что он искренне за себя так думал, что у него все хорошо, у него все в порядке. Друзья, а Бог его видел совсем другим. Совсем другим. Бог говорит, но ты не знаешь, что ты несчастен. И жалок, и ниш, и слеп, и нах. Я представляю, друзья, что этот человек, когда читал это послание, он удивлялся. Да нет, это совсем не так. Это, наверное, ошибочный взгляд. Братья и сестры, это у меня бывает ошибочный взгляд. В отношении себя или в отношении вас. И у вас тоже. Друзья, у него ошибочного взгляда нет. Он видит меня так, как я, таким, каким я на самом деле являюсь. Написано, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. И судит помышления и намерения сердечные. Друзья, Бог Духом Святым и через Слово проникает туда, куда я проникнуть не в состоянии. То есть в глубину, в область моих чувств и мыслей. И мы не всегда это хорошо анализируем. И таким образом мы здесь читаем. Знаю дела твои, говорит Бог. Вы знаете, я один раз в метро, в Москве, простите, не в Москве, в Тбилиси, видел пьяного священника. Это было ночью, около 12 часов ночи. Группа людей вошли в вагон. Они были пьяные, среди них был священник. Во всей своей одежде. Он сквернословил, ругался. Людей было не так много здесь в вагоне. И я вот тогда подумал, что вот она настоящая жизнь этого человека. Завтра он будет стоять на богослужении и будет там совершать литургию, все, что у них положено и как это называется. И люди будут думать, какой хороший человек. И возможно из прихожан никто не будет догадываться, что у этого человека есть темные пятна в его жизни. Или какая-то другая, вторая жизнь. Братья и сестры, но Бог говорит, я знаю дела твои. И теперь, друзья, вот она, первая категория людей. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Это первая категория людей, живших в Сардисе. Люди, которые были как будто живые, но на самом деле они были мертвы. Человек не очень знакомый с Библией, или может кто недавно посещает собрание, может сейчас удивляться, разве так может быть? Разве можно на мертвого человека думать, что он живой? Да так не бывает. Братья и сестры, так оказывается бывает, что человек внешне, он как будто живой. Он ходит, он мыслит, он какие-то дела делает, и слова хорошие бывают, говорит. Но на самом деле он мертвый. Что значит мертвый? Бог Адаму сказал, не вкушай с этого дерева познание добра и зла, ибо в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Дьявол в образе змея Еве сказал, не умрете. В смысле, Бог не правду сказал, или не так точно. Но, в день, когда вы вкусите эти плоды, вы будете как боги, вы будете знать, что такое добро и что такое зло. Друзья, и вот Адам и Ева вкусили. Они умерли или нет? Вот Бог сказал, в день, в который вкусишь, смертью умрешь. И он вкусил, и вроде бы не умер. Я представляю, друзья, что через пять минут, когда Адам и Ева съели плоды с этого дерева, они посмотрели на себя? Они чуть-чуть изменились или нет? Я не думаю. Я не думаю, что они изменились даже на какую-то иоту. Они были такими же молодыми и свежими. Они так же улыбались, и волосы у них не посидели за эти пять минут. И все было, как и раньше. Но для Бога они стали мертвыми. По отношению к Богу они стали мертвыми. Друзья, смерть – это значит разлука. Ну, в данном случае, или разделение. Вот физическая смерть – это тоже разделение. Чего с чем? Души и тело. Физическая смерть – это разделение души и тела. Духовная смерть – это разделение человека с Богом. И поэтому, когда Адам и Ева вкусили, они стали духовно мертвыми. И поэтому, когда Бог оказался в Эдемском саду, они даже и физически отделили себя от Бога. Они спрятались. То есть, они теперь встречаться с Богом не хотели, как это было раньше. Они не радовались тому, что Бог пришел в Эдемский сад, как это было раньше. Друзья, вот она – духовная смерть. Ну, очень хорошая иллюстрация этому. Вы помните, когда блудный сын вернулся в дом к своему отцу, отец сделал пир. А почему отец сделал пир? Потому что он сказал, «Этот сын мой был мертв и ожил». Да нет, кто-то мог бы сказать ему, «Он не был мертв, иначе бы он не пришел сюда. Он там жил где-то вот в чужой стране, и он мертвым не был». Братья и сестры, по отношению к отцу, он был мертвый. Он был как бы несуществующий. Да, отец переживал и плакал. Он хотел, чтобы этот сын ожил, но он так долго не оживал. Братья и сестры, но я здесь и еще на одну сторону хочу обратить внимание. В общем-то, я понимаю, что и физически, в момент, когда Адам и Ева вкусили плоды, в их организме начала действовать смерть. Начала совершать свою коварную работу. Пройдет сколько-то времени, Адам посмотрит на свое отражение в воде, и он увидит у себя побелевшие волосы. Я думаю, что, наверное, он будет удивляться, ему будет непонятно, почему это. А потом у него будет болеть поясница, а потом дальше и дальше, и морщины, и все прочее. Они будут удивляться. Наверное, непонятно все, что с ними происходит, друзья, но в их организме действует закон смерти. И так это и сегодня. Когда человек рождается, в нем уже начинает действовать закон смерти. Я однажды слушал проповедь одного брата молодого. Он такую мысль сказал. Когда человек родился, в этот момент он встал в очередь за смертью. И это точно так. Его жизнь начала сокращаться с момента его рождения. Друзья, и так вот было в Сардисе. Были люди, которые были как будто живые. Они приходили на собрание, они улыбались. У них на лицах было выражение радости, веселья. Они рассказывали стихи и пели. Возможно, и неплохо. Возможно, неплохо и проповедовали. Кстати, друзья, среди этих людей был служитель этой церкви. Ангелу Сардийской церкви напишет, «Ты носишь имя, будто жив». Не написано так, что у тебя в церкви есть люди, которые как будто живы. «Ты носишь имя, будто жив». То есть, однозначно, что этот человек проповедовал. И учил, и посещал, возможно, верующих на дому. Но, духовно, он был мертвый. Братья и сестры, я приведу одну иллюстрацию. Саул. Сколько лет царствовал Саул? 40 лет. Друзья, но... 40 это, можно сказать, механический счет его царствования лет. Друзья, но духовная сторона, если посмотреть чуть-чуть поглубже, то Саул был царем в течение нескольких лет. Может быть, это было 2 или 5 или 8, точно не могу сказать. Но что это значит, друзья? В начале царствования Саула был такой момент, когда Бог Саулу сказал, «Ныне отторг Господь царство у тебя и отдал ближнему твоему». Братья и сестры, там не написано, «Отнимет Бог у тебя царство». А там написано, «Ныне Бог отнял у тебя царство и отдал». Не отдаст когда-нибудь через 30 лет, а отдал твоему ближнему. Друзья, Давид был помазан в цари над Израилем не спустя 40 лет, когда Саул начал царствовать, а это было раньше. Давид был помазан в цари над Израилем, вот это был момент, когда Давид стал царем. Нет, он не оказался на престоле. Саул ему свой престол не уступил, но в глазах Бога он уже царем не был. Духа Святого с ним уже не было, и Бог ему уже не помогал. Мы знаем, что на него начал нападать злой дух, и Саул вел себя совсем не как царь. Он вел себя совсем не как Божий человек. Ну вот, например, одна короткая фраза, что написано в Библии, однажды бесновался Саул в своем доме. Разве Божий человек может бесноваться? Да нет, конечно. Люди все думали, что Саул царь. Они ему воздавали почести. Саул, как и прежде, выходил в походы, воевал и судил людей. Но в глазах Бога он уже царем не был. И об этом никто не догадывался. Об этом не догадывался даже сам Саул. Он однажды Давиду сказал, я знаю, что ты будешь царем после меня. Это была ошибка, потому что он уже не царь. Надо было бы сказать, Давид, я знаю, что ты теперь царь, а я уже не царь, и уступить ему свой престол. Братья и сестры, так бывает, что видимая сторона, что человек такой, как и прежде, но невидимая сторона, духовная сторона, он уже не такой. Фактически он уже не тот, кем он должен быть. Как и Павел Коринфяна пишет, разве только вы не то, чем должны быть. Друзья, когда я был маленький, произошел такой один случай. Мне было, наверное, тогда 5 или 6 лет, но я очень хорошо помню этот случай. У нас во дворе росло дерево, абрикос, достаточно большой. И вот однажды весной отец срезал одну большую ветку, которая мешала немножко, но в окно стекла касалась. И отец срезал ветку. Утром мы выходим во двор, и срезанная ветка зацвела. Зацвела очень красивыми розовыми цветами. Срезана. Дерево не зацвело. Я до сих пор, я не ботаник, и даже огородник слабый. Друзья, я не знаю почему. Дерево не зацвело, а срезанная ветка зацвела. Мама почему-то заплакала. Я не понимал, ну что плачет мама, ветка, жалкая ветка, подумаешь. Друзья, это уже потом, когда я взрослым стал, я начал понимать, что, видимо, у мамы были мысли какие-то, такие вот серьезные переживания. Поэтому и плакала. И я представляю, что в жизни христианской тоже бывает так, что человек, он срезанный уже, но он цветет. Ну, цветет в смысле, он что-то пытается делать, иногда и даже успешно. Но! Как вы думаете, друзья, эта ветка плоды принести могла, или уже бы не принесла? А если бы мы ее, скажем так, вот удобрели в навоз, вот так ровненько поставили, как дерево, и поливали бы каждый день, неужели не принесла бы? Друзья, она бы уже плоды никогда не принесла. Самых лучших специалистов соберите. Эта ветка уже никогда не принесет плоды при всем самом идеальном уходе за ней. Это так, как, знаете, наверное, каждый из нас когда-то в юности или в детстве веточки в стаканчик ставил зимой на подоконник. Набухали почки, иногда цветочки появлялись, но никто никогда не ел плодов из стакана. Друзья, так жизнь устроена. И духовная жизнь тоже. Поэтому, друзья, мы сегодня должны проверять, а как моя жизнь, а какую оценку сегодня делает мне Бог. Как проверить, жив я или не жив. У нас один брат работал на асфальтобетонном заводе, и случилось так, что там транспортер был, который камни подавал, и вот там буксовать лента начала. И он взял кусок битума и решил вал смазать, чтобы он стал большим трением обладать. И его руку захватила лента, крутанула и дернула, и перервала в плече нерв. Друзья, он пришел с работы. Рука была, как обычно, не поранена, и внешний вид тот же самый. Но она была без чувств. Она у него не работала. Внешне она была точно такая, как и левая. Но взять иголку или гвоздик, и можно было втыкать в эту руку никаких признаков, что она живая уже не было. Друзья, так вот и бывает в жизни христианина. Написано, страдает один член, с ним страдает все тело. Если я член церкви, но у меня нету страданий, когда церковь переживает страдания или скорби. Или когда у брата или у сестры, которые в одном теле, какая-то скорбь или переживание, какая-то потеря, или кто-то умер. А у меня, а у меня не только глаза, у меня сердце не плачет, и переживаний даже в сердце нет. Это один из признаков мертвости, состояния духовного. Друзья, я дальше прочитаю вторая категория людей. Бодрствуй и утверждай прочее близко к смерти. Это люди не мертвые, а люди близкие к смерти. То есть, они могут завтра умереть, сегодня они пока еще, сегодня они пока еще живые, но завтра они уже живыми не будут. Или могут не быть. Но как это, друзья, сначала бытовая сторона, ну в смысле физическая сторона. Я был в Америке, по поручению братства. И встретил там одного брата, служителя. Мы с ним вместе здесь друзьями были. Он постарше меня был, лет на восемь. Ну в общем-то, мы хорошо сотрудничали, и так любили друг друга, встречались, помогали друг другу. А потом он оказался в Америке, и вот я с ним там встретился. Вы знаете, друзья, как он сильно радовался встрече нашей. Он говорит, ты знаешь, так здорово, что ты приехал. Я даже молился, чтобы ты приехал. Мне так с тобой поговорить хочется. И вот мы несколько времени с ним имели общение, беседовали. И так вот он радовался, когда я уезжал, он мне, ну, подарок маленький взял, блокнот с ручкой подарил. Говорит, хочу, чтобы ты меня помнил. Я, хочу в Россию приехать. Он сильно жалел, что уехал в Америку. Очень сильно жалел. Говорит, я хочу приехать в Россию, в церковь родную. Как ты думаешь, как меня там встретят? Потому что трудности были связаны с его отецом. Он был присвитер в церкви. Говорит, как ты думаешь, меня там встретят? Так думаю, я говорю, хорошо встретят. Ну, и вы знаете, друзья, я приехал домой, и через две недели примерно он мне позвонил. Он говорит, Коля, я, тяжело болен. У меня обнаружили рак желудка в последней стадии. Вы знаете, друзья, когда я с ним сидел вот в его комнате, это был свежий, здоровый, совершенно человек внешне. Очень здравомыслящий. Неплохой проповедник. Семья, все хорошо, дети, все в самом лучшем виде, кажется. Но он уже был болен. На тот момент он уже был неизлечимо болен. Друзья, он умер через полтора месяца после того звонка. Его уже нет. Но я настолько удивлялся, мне казалось, так быстро, но не должно так быстро быть. Кажется, лет 8-5, это еще можно понять. Но так быстро, свежий, здоровый человек, и вот его уже нет. Близость к смерти. Близость к смерти, когда в организме уже действует закон смерти. А иногда закон греха и смерти, если говорить о духовных вопросах. Друзья, близость к смерти может обуславливать наше местонахождение. Ну как это может быть? Физически, потом духовно. Однажды мы решили купить для церкви вагон. Обычный железнодорожный металлический вагон с крышей под склад для литературы. И вот договорились на железнодорожной станции, все, заплатили деньги. И начальник станции говорит мне, говорит, вот состав, говорит, здесь все вагоны списанные, можете выбирать любой. И мы с нашим дьяконом так вот ходим вагон за вагоном, смотрим, выбрали неплохой вагон, внутри посмотрели, все так крепко, вроде свежий вагон. А потом я думаю, посмотрю на крышу. А здесь лестница такая, никаких проблем. Я буквально через несколько секунд оказался на крыше, посмотрел, ржавая, нержавая, прошелся вдоль всего вагона два раза, постучал по крыше, как она там не ржавеет, не прогибается. А потом кто-то свистнул. Я посмотрел в сторону, смотрю, стоит вышли из конторы люди, человек 25, и все стоят и смотрят на меня. Я понял. Я посмотрел, примерно в 20 сантиметрах от виска провод, 80 тысяч вольт. Друзья, я знал многие случаи, когда на расстоянии пробивала искра, и человек в несколько секунд превращался в пепел. Буквально, друзья, мне кажется, за одну секунду я уже был на земле, и потом, когда я даже домой приехал, у меня вот в пятках иголочки покалывали. Близость к смерти Бог помиловал. Как вот в одном тексте написано, апостол Павел пишет, он был близок к смерти, но Бог помиловал его. Духовная сторона. Бывает, христианин по причине небодрствования оказывается на месте, которое обуславливает близость к смерти. Это может быть его работа, например. Или учеба. Когда человек оказывается в обстоятельствах, когда смерть очень близко. Я одной сестре говорил, тебе надо срочно уволиться, нельзя тебе здесь работать, иначе ты пропадешь. Ты пропадешь, тебя дьявол захватит. Она говорит, да ты что, как ты обо мне думаешь? Друзья, ее отлучили через месяц за тяжелый грех. Она оказалась на том месте, где смерть была близка. Написано, поступайте, осторожно. Мы должны быть мудрыми, чтобы не оказаться на том месте, где смерть близкая. Друзья, в церкви Сардиской были люди, которые были близки к смерти. Знаете как? Если живете по плоти, то умрете. Люди, которые живут по плоти, это люди близкие к смерти. Они сегодня живые. Духовно они сегодня живые. Но они живут по плоти. Написано, умрете. Апостол Павел не пишет, может быть, умрете, если живете по плоти. Друзья, жизнь по плоти, она однозначно приводит к духовной смерти. А жизнь по плоти, это написано, если мы завидуем, если мы ссоримся, если у нас разногласия, если смысл моей жизни только вот здесь так очень укрепится. Друзья, это признаки жизни по плоти. Умрете. И третья категория людей здесь написана так. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих. Друзья, это третья категория людей. это люди, которые не осквернили своих одежд. Те одежды, которые им Бог подарил в день покаяния, белые одежды, эти люди старались жить так, чтобы не осквернить эти одежды. Друзья, я думаю, что это было нелегко. Знаете, почему? Потому что обстановка вся работала на то, чтобы этим людям тоже оскверниться. В смысле? В церкви были люди мертвые во главе с пресс-фитером. В церкви люди были близкие к смерти. И вся обстановка была за то, чтобы и эти люди тоже стали мертвыми или близкими к смерти. Братья и сестры, но они жили так, чтобы не осквернить своих одежд. И Господь говорит, они будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны. Господь не говорит, что близкие к смерти тоже будут, или мертвые тоже. А написано, они будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны. Братья и сестры, хочу обратить внимание на одно слово, впрочем, то есть, как будто между прочим, как будто между прочим, можно было бы, как кажется, и упустить за этих людей. Нет. Бог не упускает, Бог видит всех, и Бог высоко ценит. Когда человек в страхе ходит по жизненному пути, Бог это ценит очень высоко. Поступайте осторожно. Друзья, среди мира, в котором мы живем, бывает сложно, бывает трудно, чтобы не осквернить своих одежд. Трудно бывает, потому что растление, которое вокруг, религиозное обольщение, которое вокруг, и прочее, и все-таки Бог хочет, чтобы мы правильно прожили, правильно прошли по жизненному пути. Друзья, маленькая неосторожность, и можно вымазаться. Маленький пример. Я однажды находился в одной местности среди народа, ну, такого не очень цивилизованного. И поскольку нам там немножко долго нужно было быть, то в какой-то момент мы решили искупаться. Нам предложили в баню сходить. Такая частная баня. Мы в баню пришли, я сразу, конечно, не понял, что это за баня, а мне сказали, это черная баня. Но черная баня, она и внешне черная, и оказывается по способу работы, она тоже черная. В смысле, дым кругом идет, и все покрыто сажей. И вы знаете, друзья, ну, понятно, что мы искупались, такие чистенькие, и потом выходим, у меня одна мысль, что надо выйти с этой бани, чтобы не вымазаться. И я так себя вел осторожно, так себя вел осторожно, и у меня не получилось. Когда я рубашку одевал, зацепил за потолок, и рубашка в саже моя была. Друзья, я представляю, что вот духовно, примерно в такой обстановке мы живем. И все-таки мы должны жить так, чтобы не осквернить своих одежд. Потому что наши белые одежды, это Божий подарок. Это Божий подарок. На одном молодежном общении был негр. И вот этот негр попросил слово. Ему дали 10 минут. Он вышел, ну он просто песню спеть хотел. И он так на плохом русском говорит, братья и сестры, посмотрите на меня, какой я черный. А он правда черный, вот бывают негры не очень черные, а бывают сильно черные, как смола. Он говорит, посмотрите на меня, какой я черный. Раньше у меня сердце было такое же черное. Но Бог его очистил. и оно стало белое, как снег. А вы знаете, друзья, а я подумал, даже не белое, как снег, а написано белее снег. Белее снега. То есть, вот как я перед отездом сюда с детьми читал историю преображения. А потом все мои дети должны были высказать какую-то мысль по этой истории. И вот один ребенок говорит, что Бог одежды человека так очищает, как на земле не может никто. И хорошо сказал, как на земле белильщик не может выбелить. Друзья, вот такой чистоты, которую Бог дает при покаянии, человек достичь не может. Это может только Бог. И усилия многих людей не могут достичь такой чистоты. Это может только Бог. Это Божий подарок. И вот эти одежды, которые Бог нам подарил в день искупления, мы не должны запачкать. Дорогие друзья, вот мы сейчас с вами рассмотрели историю церкви. Три категории людей. К какой категории отношусь я? Думаю, каждый может сделать вывод. Может быть правильный, а может ошибочный. Друзья, мы сейчас с вами помолимся. И вот какие мысли есть в сердце каждого, вот это мы Богу и скажем. Я только думаю, что если кто-то думает, наверное, я близкий к смерти, а может быть, уже и похуже. Я скажу, друзья, это еще не тупик, потому что есть у нас Бог, который может ситуацию поправить. Как тот блудный сын пришел в дом отца, не рассчитывая на то, что он теперь сыном будет, рассчитывая только на наемническое место в доме своего отца. Отец ему одевает другие одежды и говорит, этот сын мой был мертв, и ожил, пропадал и нашелся, и радость была великая. Так и сегодня, если кто-то покается, и радость будет еще больше, чем в той притче о блудном сыне. Возможно, в нашем собрании есть человек, который еще никогда не каялся, а может быть каялся, но снова стал мирским, в смысле без Бога, а это значит мертвым. то если ты сегодня покаешься, то о тебе Бог тоже скажет, что этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Пусть Бог благословит нас. Аминь. Аминь.